Тихой САПа и так оценил ход строительства школы на Зорге заместитель главы администрации Леонид Бородулин. Работы на объекте выполняет подрядная организация ООО «Аван». Ей такое тяжёлое наследство досталось от предыдущего подрядчика ООО «ТСК». Раньше стройку тормозила некачественная работа предшественника, которую приходилось постоянно переделывать. Сейчас основная проблема – нехватка людей. На объекте трудится порядка 150 человек. Несмотря на то, что смены рабочих порой тянутся до поздней ночи, работы ещё предстоит немало. Само здание планируют закончить в этом году. Рассчитываем, что здание само непосредственно будет у нас введено всё-таки в этом году. Сегодня был представитель архио-самостроительного надзора на объекте. Получим от него замечание, будем их отрабатывать. Нынешний подрядчик, конечно, он не идеальный, но работу ведёт и всё-таки Тихой САП доводит до завершения. Сегодня я с 8 часов проверял готовность аудитории учебных. Практически 80% уже готовы. И мы получили уже большой объём оборудования, смонтирована, собрана учебная мебель в большом объёме. Строительство Центра культурного развития подходит к завершению. Ведутся внутренние отделочные работы и монтаж технологического оборудования. Также осталось на улице уложить 150 метров брусчатки. Объект планируют сдать в конце года. Работы в Центре образования, по словам Леонида Бородулина, завершат через две недели. В Центре образования в течение двух недель подрядчик обещал завершить все работы. Там завершается отдельное помещение на первом этаже. И благоустройство завершено предусмотренным проектом. Осталось только спортзал. То есть работа там завершается. Второй, третий этаж полностью готовы, плечные паралеты практически готовы. Уже в школу оборудование, которое новое, предусмотрено посадки, она завезена уже там находится. Дорога к новой детской поликлинике практически готова. На выходных горожане стали свидетелями, как асфальт клали практически в луже. Но ДЭП заверил, что укладка слоя асфальта проводилась по технологии и на качестве дороги зимние работы не скажутся. А вот дорогу до Негина завершат только к концу июля следующего года. Работы подрядчикам приостановлены в связи с тем, что проектная организация Нижегорода Дорпроекта, которая делала это на основании договора заключенного в результате конкурсных процедур, фактически его реализовать в том виде нельзя, потому что было очень много неуществлено существующих коммуникаций, старых коммуникаций, которые фактически сведения о них не были предоставлены при разработке ПСД по причине их полного отсутствия. Некоторые технические решения нереализуемы. Подготовленная дорожная карта связана с тем, что данные работы на объекте должны завершены быть к концу июля 2024 года. Благоустройство сквера за зданием администрации замедлилось из-за дефицита брусчатки в области. Поставки задержали на два месяца. До 4 декабря брусчатку должны привезти. Проект сухого или пешеходного фонтана под вопросом. Данные фонтаны, самое проблемное, они страдают от транспортных средств. То есть люди умудряются заезжать на автомобилях, заезжать на мотоциклах и так далее. Есть предварительные графические решения по реконструкции существующего, преобразованию достаточно хорошего. Я думаю, мы этот вопрос обсудим. Состояние объектов капстроя в городе депутаты хотят проверить лично на выездном заседании, которое планируют провести в ближайшее время.